Велопробег, посвященный Дню Победы, площадка СМИ, семейный туристический слет, фестиваль «Доброе сердце». Раменские журналисты подводили итоги своей общественной деятельности. Наш год традиционно начинается с празднования Дня Российской Печати. Этот праздник мы называем Днем работников средств массовой информации Раменского муниципального района. И в этот день чествуем всех раменских журналистов. В этот раз свои двери для нас гостеприимно распахнула Раменская центральная библиотека. В дружеской непринужденной атмосфере состоялось торжественное мероприятие, которое завершилось общением в неформальной обстановке. Мы не обходим стороной и ежегодные весенние акции по уборке. Субботник раменских СМИ уже много лет проходит в Раменском парке. В прошлом году мы также приняли участие в наведении чистоты и порядка в самом излюбленном месте отдыха горожан и гостей города. Раменские журналисты настоящие профессионалы, хорошие ребята, коллеги и просто друзья. И вот как председатель нашего раменского отделения Елена Перетокина сказала, у нас есть много традиций, которые мы поддерживаем. Поверьте, как это не банально звучит, но это дорогого стоит и требует и солидарности профессиональной, определенных усилий. Вот такой у нас коллектив. Раменское отделение Союза журналистов – это 50 активистов, которые совмещают свою основную журналистскую работу с активной общественной деятельностью. Это и фото-выставки, интересные встречи с жителями и коллегами по цеху, автопробеги и спортивная журналиада. Представители всех раменских СМИ идут в ногу со временем, легко осваивая новые электронные технологии. Грядут перемены, потому что та журналистика в классическом виде, которой ветераны движения привыкли, она уходит в прошлое. Принципы остаются, технические возможности, средства коммуникации меняются, задачи, которые стоят перед журналистами. Не все могут освоить этот процесс. И я очень надеюсь, что как раз и те традиции, о которых мы говорили, энтузиазм молодых наших коллег, он поможет пережить вот этот переходный период. Потому что в ближайшие годы в журналистике, с приходом интернета, социальных сетей и тех возможностей, которые коммуникационные есть, изменится просто кардинально. Я очень надеюсь, что с помощью и областного союза, и наш председатель Наталья Чернышева это хорошо понимает, вместе с новым председателем союза журналистов России, журналистика российская и равенская, этот путь пройдет достойно. А люди, которым предстоит эти перемены осуществлять, вот они и сегодня здесь. В течение года Раменск отделение журналистов возглавляло Елена Перетокина. Не допускает никаких формальностей, всегда предлагает интересные идеи и воплощает их в жизнь. Достаточно сказать про благотворительный фестиваль «Доброе сердце», который пришелся по душе жителям района. Раменские журналисты единогласно поддержали Елену Перетокину и пожелали продолжить общественную деятельность. Кто за то, чтобы избрать председателем союза журналистов районского отделения союза журналистов Москвы Перетокина и Елена Анатольевна, прошу голосовать кто за, кто против, кто выдержался. Принятый единогласно Елена Анатольевна, мы вас програли. Я хочу отметить такую консолидирующую силу нашего сообщества. Как-то ко мне обратился наш другой организаций подобный, руководитель, и употребил такое слово, что, ну, ваша же конкуренция между вами везде такая жесткая. Удивительное дело, я сама думала, что такая конкуренция, но когда начала работать, я поняла, что не конкуренция, а такая добрая взаимовыручка. Потому что что-то, если нужно нам, всегда информагентство или телевидение предоставит, и мы точно так же никогда не делим, всегда все по первому золу. И вот я думаю, что вот такое доброжелательное отношение, это тоже какой-то очень хороший тон нашего сообщества журналистского. Елена очень внимательная всегда, всю рассылку сделает. Я удивляюсь, как она в сети успевает, и позвонить все вот это. И всегда ровный тон в общении, это всегда подкупает. Ну, я пожелаю в первую очередь, конечно же, активности, потому что есть такая тенденция, что на нашей основной работе у нас задач все прибавляется, и от этого мы, конечно, страдаем, что у нас нет ни времени, ни сил не остается. Но, тем не менее, отрадно, что в рядах нашего Раменского отделения есть те, кто активно включается в работу и всегда предлагает новые идеи. В течение года Елене помогал Юрий Довжик. Попросил самоотвод, поскольку значительно прибавилось работы в общественной палате. Заместителем председателя Раменского отделения коллеги выбрали Ольгу Неаполитанскую. Спасибо! Всех вас уважаю, ценю, и при любой возможности всегда говорю слова благодарности за тот труд, который нелегкий, и каждый из вас тот ввоз, который везет. Антон Карташов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова